добрый день доброе утро с кем еще не поздоровались меня зовут анастасия напоминаю что если какие-то позы вам не комфортны то выходите из них я постепенно свои занятия замедляю интенсивность уменьшаю вы смотрите показываю разные уровни одной и той же позы вы смотрите по как вам по вашему самочувствию приглашаю вас сесть на коврик позу полу лутаса можно руки положить на колени и не сделаем несколько глубоких дыханий в дыхании до 1 глубокий вдох 1 глубокий выдох это один круг дыхание голову можно так во первых плечи сначала отведем назад чуть поднимем и назад до несколько раз покрутим и фиксируем наш красивую красивый наш позвоночник длинный вытянутый ше и голову можно чуть опустить глаза по желанию прикрыть и начнем дышать сделаем 10 спокойных глубоких дыханий своем пеньпиа начинаем и 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 глаза можно приоткрыть смотрим в центр и будем наклонять загревать шейные суставы наклонять голову вниз и поднимать вверх все это время спокойно дышим и делаем своем темпе смотрим вверх не тратясь спокойно возвращаемся в центр и смотрим в одну сторону я буду смотреть влево и делаем полукруг подбородком ведем по груди чувствуем как косточки шевелятся медленно никуда не торопимся и и и и и после еще одного полукруга возвращаемся в центр руки замок пальцы замок вверх потянемся как будто бы мы еще в постели потяну ушки по растушке хорошо хорошо потянемся нужно даже округлить спину снова выпрямить ее посмотреть наверх и правая рука левое колено левая рука за спиной рядом со спиной продолжение нашего позвоночника опора грудь выпрямлена плечи вниз опущены дышим здесь снова руки замок вверх тянется вдох и поменяем левая рука правое колено правая рука продолжает позвоночник дышим улыбаемся снова руки замок поднимаем их вверх и уходим на левую руку правая рука идет за так растягиваем бог следим чтобы оба бедра оставалось на коврике и если есть желание можно даже на локоть встать левой руки сверху можно смотреть на верхнюю руку главное грудью не западаем вперед на колени а наоборот раскрываем себя дышим здесь делаем вдох с помощью мышц тела поднимаемся руки вытягиваем вверх и идем в другую сторону сначала на руку смотрим фиксируемся чувствуем есть еще местечко и тогда потихоньку опускаемся вот чувствуем с какой стороны у вас легче идет легче на лобке быть а в какой не совсем с какой стороны не совсем делайте еще один круг дыхания спокойно своем темпе возвращаемся в центр вернулись центр и ложимся на коврик вытягиваем ноги вместе носочки на себя напряженные и руки за головой тянемся 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 делаем вдох и будем подтягивать одно колено груди делать несколько кругов дыхание и менять колено делаем глубокий вдох одно колено пошло груди дышим здесь нога оставшаяся на полу постоянно напряжена тоже работает носочек на себя еще здесь один вдох и выдох и выдох когда выдыхаем колено себе еще ближе груди тянем опускаем колено руки за голову вдох другое колено груди выдох вдох выдох а теперь пойдем к подмышке колено опускаем руки за голову вдох и одно колено тянем к подмышечной впадине правая к правой подмышке вдох и выдох тянем еще раз вдох и выдох опускаем колено на коврик руки за голову вдох и колено другое левой подмышке выдох снова вдох и еще ближе выдох вдох и выдох ставим колени на стол стопы на коврик и так дворники в машине начинаем двигать рука коленами вправо влево руки у нас в букве т раскинуты в сторону двигаем голова может двигаться вместе с коленами можно стоять на месте как вам удобно сама несколько дней назад я столкнулась с каким-то некомфортным ощущением внизу спины поясницы сейчас я вам покажу как это можно чуть расслабить подкорректировать если вдруг поднятие детей еще от сидячей работы у вас есть боль в спине смотрите можно воспользоваться каким-то полотенцем одеялом соединяем оба колена вместе и что-то подкладываем и ведем в сторону стараемся вместе колени привести здесь оставить они должны быть на одном уровне оба колена руки остаться ну слышал снова делаем вдох Поднимаем колени через центр и переводим их на другую сторону. Снова тоже что-то можно подложить, если чувствуете, что необходимо. И таким образом разогреваем нижнюю часть спины. Снова делаем вдох, возвращаемся в центр. И теперь одна нога у нас опускается, например, левая, а правой ногой я снова делаю эту скрутку. Она уже чуть интенсивнее. И снова, если нужно, подложите что-то под колено. Продолжаем следить за плечами, чтобы они оставались на коврике. И смотрим в противоположную сторону. Делаем вдох, возвращаемся в центр. Делаем то же самое на другую сторону. Одна нога на коврике, а вторая уходит у нас в сторону. Плечи проверяем, чтобы были на коврике. И дышим. В данном случае ягодицы должны чувствовать здесь достижение на согнутой ноге. Делаем вдох, возвращаемся в центр. Сгибаем обе ноги. И еще одно упражнение. Это уже тоже разогревает, помогает спине. Мы кладем одну ногу, я буду кладить правую на левую. И поднимать ногу, захватывать нижнюю ногу, то есть в моем случае левую, руками. И стараться ее выпрямить. И постепенно ее натягиваем. Прямую выпрямленную ногу натягиваем на себя. Дышим. Находим именно комфортное положение, где вам приятно дышать, улыбаться. Здесь должны чувствовать растяжение нас тоже в согнутой ноге, в бедре, в ягодице. Можно чуть ближе к себе ногу подтянуть. И возвращаем на коврик, меняем колени. Захватываем ногу. Чуть ближе к себе. И опускаем колени. Точнее, колени, ноги остаются наверху. Мы захватываем стопы. И как счастливый малыш, начинаем раскачивать себя, тем самым массируя поясницу. Голову назад не запрокидываем. Держим подбородок чуть в груди опущенный. Вы чувствуете, что вам хорошо качается, легко. Можно до конца в одну сторону прилечь. Хоп, соединить ноги. И в другую сторону. Прокатить себя. Возвращаемся в центр. Кладем руки на колени. И делаем большие круги. Неважно, в какую сторону. Прокручиваем вот так колени. Чем больше круг, тем лучше. Прокручиваем. И в другую сторону. Дышим. Подбородок чуть в груди. Возвращаем колени на коврик. Руки опускаем вдоль тела. Ладони вниз. На свое усмотрение можете или на вдох подниматься, или на вдох опускаться. И еще раз поднимаемся, остаемся наверху. Поднимаемся чуть выше. Встаем на носки. Руки в замок со спиной. Одна лопатка к другой. Подводим ее. Стоим, стоим, стоим еще чуть выше. Руки переводим за голову. И начинаем постепенно опускать позвонок за позвонком. Медленно. Попчик. Наша попа будет последняя. Которая будет контактировать с ковриком. Отлично. Колени в груди. Обняли себя. Полюбили. Покачали со стороны в сторону вместе с головой. А теперь вперед-назад. И из этого качания попробуйте сесть на коврик, если получится. Расправим. Качайтесь. Встанем в позу нейтральную. Это упражнение, которое мы знаем все, оно тоже эффективно помогает нашей нижней части спины не болеть, а радовать нас. Здесь напомню, стопы под плечами. Колени под бедрами. Будем делать. На вдохе прогиб, смотреть вперед. Сильно запрокидывать вверх голову не надо, чуть-чуть. И назад будем делать скрутку, смотреть на свой живот, подбородок, груди скручиваться. И в своем темпе давайте сделаем 8 раз, не торопясь. Вдох. Вдох. И выдох. Дышим. 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 Каждое движение. И сделаем еще один круг дыханий и упражнения. Вернемся в нейтральное положение и сделаем сейчас такую волну без остановки. Можно сказать, делаем то же самое танцующего льва. Мы будем сначала опускаться на пятку с круглой спиной, а потом прокатывать себя по коврику, вытягивать. И уже без остановки несколько раз так потанцуем. И сделаем еще раз такую красивую волну. Садимся на колени, опускаем голову на коврик или на блок и отдыхаем. Называется поза ребенка. В моем случае с животом я широко открываю ноги, чтобы мне было хорошо и комфортно. У кого живота нет, ноги вместе. Здесь можем оставить руки впереди и отдыхать. Или немножечко помассировать свое запястье. Мы его постоянно используем. Поэтому помассируйте. Сделайте несколько кругов дыхания и помассируйте. С помощью рук поднимем себя. И здесь мы сейчас с вами встанем на лобке. И будем поднимать ногу вверх. Одна нога у нас идет колено в центре. И вторую ногу мы поднимаем. Не в одну линию, а выше. Как комфортно, как удобно. Дышим. Нога напряжена, носочек на себя. Еще один круг дыхания. Опускаем колено, меняем. Дышим. Ставим колено обратно на коврик. Снова встаем на ладони и коленями и стопами себя выталкиваем в треугольник. Собаку мордой вниз. Колени начинают у нас поочередно опускаться по возможности к коврику. Прокатите себя вот так вперед. Так в планку. Назад. Пальчики на ногах массируются, когда себя прокатываете вперед. Смотрите, чтобы у вас были руки, ноги на расстоянии, на ширине бедер. Пальцы широко расставлены на руках. Средний палец смотрит прямо. И чувствуете, как вес и на подушечках пальцев, рук и ног равномерно распределен. Можно замереть здесь на минутку и подышать. Голова не загибается к животу, а смотрит нейтрально между рук. Копчик старается остро устремиться вверх. И подходим или подпрыгиваем к ногам. Ноги остаются на ширине бедер. Чуть их присгибаем и захватываем локти противоположные. Делаем глубокий вдох и выдыхаем. Опускаемся ближе к коленям. Покачайте себя вот так из стороны в сторону. Расслабьтесь. Можно чуть-чуть вперед-назад. Коловой скажите, покивайте «да». Нет. Еще немножко покачаетесь. Руки на голеностоп. Круглая спина начинает вырастать. Не торопимся. Руки переносим на бедра. Они вас поддерживают. Так вы не используете спину. Опирайтесь на ноги. Вот вы встали. Красивые, высокие. Ноги соединим. Встанем в позу горы. Красивой, мощной. Соединим руки на груди. Расправим плечи. Делаем три круга дыхания. Можно прикрыть глаза. Опустить немножко голову. Здесь мы расставим с вами ноги чуть даже шире, чем ширина бедер. Присогнем колени и обязательно поработаем с нашими бедрами. Покрутим их вокруг. Ваши большие пальцы вы можете поставить на заднюю часть спины и проталкивать свой круг, чтобы амплитуда еще больше была. Не забываем все время сгибать колени. И в обратную сторону. Мы сегодня еще не встречались. Солнышко не здорово. Сделаем с вами приветствие солнца на обе стороны по одному разу. Встанем к началу коврика. Руки вместе. Делаем глубокий вдох. Поднимаем руки. Смотрим вверх. Выдохом опускаемся к ногам. Руки на голеностоп. Смотрим чуть вперед. Легкий прогиб. Вдох. Снова к коврику. Выдох. Правая нога отступает назад. Смотрим вперед. Вдох. Вторая нога следует. Сразу колени. Отжим вниз. Выдох. Делаем прогиб. Поднимаем грудь. Голову к обрам. Вдох. Выталкиваем себя в треугольник. Выдох. Та нога, что уходила первой, возвращается первой. Вперед. Вдох. Не получилось встать между рук. Помогите своей ноге. Вдох. И вторая следует. Выдох. Чуть присгибаем ноги. Вырастаем. Вдох. Смотрим вверх. И выдох вниз. Чуть побыстрее попробую прогиб. Смотрим вперед. Вдох. Выдох. Левая нога назад. Вдох. Вперед смотрим. Вдох. И выдох. Согнули колени. Вдох. И свели ладони вместе к груди. Выдох. Молодцы. Теперь отводим правую ногу назад. На носочек. Левая передняя нога согнута. Строго над пяткой. Не уходит вперед над коленом. И не западает внутрь. Лучше ориентироваться на мизинчик или на центр пальцев. Руки на талию. Поза воина один. Нашли равновесие. Сели удобно. Ноги могут быть на одной линии или даже чуть расставлены. Чтобы вам вот так, да? Не на одной, а чуть расставлены. Чтобы было равновесие. Руки можно ладонью вместе и поднять их вверх. Дышим. Улыбаемся. Обе ноги напряжены. Вес распределен равномерно на ноги. Можно посмотреть вверх. Немножко прогнуться. Или оставаться здесь. Или даже руки могут оставаться на талии. Теперь мы руки опускаем на коврик. И чуть впереди нашей согнутой ноги. Так, я чуть-чуть подвинусь сюда вот так. Ага. И мы сейчас будем заднюю ногу поднимать вверх. Отрывать от коврика. Оставаться можно на двух руках и одной ноге и тянуться грудью к этой ноге. Стараемся ее выпрямить в переднюю ногу. Или по возможности можем одну руку поднять. Ту же, что и нога. Получается, вы левую ногу и левую руку используете как две ноги для баланса. Улыбаемся и дышим. Возвращаем сначала руку, если она у вас была поднятая. Перезгибаем переднее колено. И возвращаем на коврик, не торопясь заднюю ногу. Привстаем. И делаем то же самое на другую сторону. Просто меняем направление. Нашли равновесие. Закрепились. Удобно присели. Руки вместе повели их вверх. Смотрим вверх. Дышим. Опускаемся руками на коврик. Чуть дальше наши согнутые ноги. Поднимаем заднюю ногу. И выпрямляем переднюю ногу, чтобы была согнута. Стараемся чуть ближе к грудью, к колену наклониться. Если есть возможность, можно эту руку поднять. Помним, что у нас обе стороны всегда работают по-разному. Дышим. Опускаем руку. Призгибаем переднее колено. Опускаем заднюю ногу. С помощью силы корпуса встаем. Ножки чуть-чуть встряхиваем сначала. Напряжение. Я сделаю глоток воды. Ставим ноги широко. Раздвигаем носочки в стороны. На комфортное расстояние. И здесь подышим. Руки вместе на груди. Ладони. Встали, где вам удобно дышать, улыбаться. Не провисли вперед, а выпрямились. И наши бедра отлично работают здесь. Делаем шесть кругов дыхания в своем темпе. Сядем чуть ниже. И поднимаемся вверх. Снова встряхиваем напряжение. Сделаем с вами еще одну позу на равновесие, на гармонию, на спокойствие. Называется на дерево. Переносим вес на одну сторону. Я буду на левую переносить. Правую ногу поднимаю или оставляю ее на голеностопе. Стою здесь и уже меня начинает покачивать. Я ищу равновесие. Или поднимаем ее выше. Усложняем чуть-чуть. Находим равновесие. Находим точку, которая не двигается на полу, на стене. Только не на себя в зеркало, потому что мы постоянно двигаемся. А именно не двигающуюся точку. И она будет вашим ориентиром. Если вы постоянно на нее смотрите, она как будто помогает вам поймать это равновесие. И когда вы чувствуете, что хоп, если вы так упали, то лучше всего с самого начала начать. Сначала снизу, но сверху. И начинаем взращивать, как только вы чувствуете, что вы уже стоите хорошо. Наши ветки могут вверх растить. Может их ветром почать. Все красивые ветки нашего дерева. У всех они могут расти по-разному. Если есть возможность, здесь есть еще уровень для этой позы. Можно вот так ее поднять, ногу до конца. А той же стороной, той же рукой у меня правая нога согнута. И правой рукой я себя обвиваю вокруг талии. И с этой стороны я захватываю. Пальчики. И снова фиксирую себя. И снова мои ветки растут. Опускаем ногу. Стряхиваем ту, что нас поддерживало. Что было нашим стволом. Делаем то же самое на другую сторону. Вес тела пойдет на правую сторону. Ножку поднимаем, левую. Фиксируемся. Точку находим. Выше поднимаемся. Можно остаться здесь. И начать взращивать наши ветки красивые. Чувствуете, что вам здесь хорошо и комфортно. Можно попробовать сделать. Да, вот так ее загнуть до конца. Обвить себя вокруг. Попробовать схватиться за пальчики. Снова взрастить наши ветки. Опускаем ногу. Стряхиваем. Напряжение. Приглашаю вас сесть, а потом и лечь на коврик. Расслабиться в позе шавасама. У нас есть как раз пару минут, чтобы расслабиться. Раскинуть ладони и стопы. Прикрыть глаза. Немножко опустить подбородок гудит. И обязательно поблагодарить себя мысленно. За любовь к себе. То, что мы провели с вами эту практику. Побыли вместе эти 40 минут. Разогрелись. Разогнали кровь. Если кто-то вдруг тоже беременна, как я. Можно сесть на бочок. Лечь на бочок. И то же самое. Продышать. Продумать. Глубоко и спокойно дышим одну минутку. Я сообщу вам, когда закончится время. Те, кому приятно и комфортно, могут оставаться в этой расслабляющей позе. А мы с вами начнем вращать с запястьями и стопами. Поднимать колени и груди. Раскачиваться. Еще раз себя крепко-крепко с любовью обнимать. Ложиться на бочок. В позу эмбриона. И рукой поднимаем себя, помогаем. Встречаемся снова в полу. Вот они. Сидячей позе. Руки можно сделать вместе. Я вас благодарю за участие. Вы большие молодцы. Спасибо за компанию. Надеюсь, я вам помогаю. Всегда задавайте мне вопросы. Пишите пожелания. Всем всего доброго. Хорошего дня. Намасте. Спасибо, Анастасия. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго.